Добрый день! В эфире Ян Арт и программа «Тысяча и одна секунда об экономике». Осчастливив страну рецептом увеличения пенсий, как выяснилось, для этого надо увеличить отчисление заработной платы в соответствующие фонды, партия «Справедливая Россия» выдала на гора быстрый способ решения проблемы закредитованности россиян, о которой уже 10 лет рассуждают эксперты. В отличие от тех способов, которые в последние годы внедрил Центробанк, например, ограничение предельно допустимого процента по займам микрофинансовых организаций или ограничение предельно допустимой кредитной нагрузки на одну семью, способ, который предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отличается легкостью и абсолютностью решения. Господин Миронов предложил попросту списать все долги россиян по кредитам за счет возврата государственного долга Бангладеш-России. Как подсчитал Миронов, общая сумма долга россиян по микрозаймам составляет 172 миллиарда рублей, а долг Бангладеш-России 2,4 миллиарда. Нехитрый подсчет, доступный даже политикам, показывает, если долг Бангладеш перемножить на курс рубля, то как раз хватает. В связи с чем господин Миронов предложил объявить кредитную амнистию. Не уточняя, правда, что согласно тем же подсчетам, под амнистию не попадут должники банков. Так что логичнее назвать предложенную кредитную амнистию микроамнистией. Между тем, банкам россияне должны более 20 триллионов рублей или около 260 миллиардов долларов. То есть, если продолжать логику известного политика, чтобы предоставить кредитную амнистию и им тоже, понадобится взять за шкирку примерно 106 бангладешей или 220 йеменов или 900 лаосов. Еще продолжая логику сравнения в стиле господина Миронова, хватило бы состояния 13-14 самых богатых олигархов России. Но они, в отличие от Бангладеш-России, ничего не должны. Другой думский деятель, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в эти же дни разрабатывает законопроект, ограничивающий количество кредитов, которые банки имеют право выдать одному человеку. Но на фоне идеи с долгами Бангладеш, такой подход выглядит блеклым. Неясно, правда, готов ли Бангладеш возвращать кредит ранее оговоренных кредитным соглашением сроков. Но в конце концов, он должен понять через 4 месяца у депутатов выборы. А дальше рискнем предположить Гондурас, ой, простите, Бангладеш, их перестанет беспокоить. Между тем, россияне, осененные идеей Миронова, отягощенные кредитами и оснащенные интеллектом и интернетом, могут пойти дальше и поинтересоваться, почему именно Бангладеш. И выяснить, что в списке стран, имеющих долги перед Россией, которую весьма кстати недавно назвал Всемирный банк, на первом месте находится не Бангладеш, а Беларусь, которая должна России в три раза больше, чем Бангладеш. То есть, следуя все той же незатейливой логике, если взять долг с Беларуси, то всем заемщикам российских микрофинансовых организаций можно не только долги списать, но и выдать безвозвратно два раза постолько же. Однако, Беларусь не попала в поле зрения господина Миронова. Остается гадать, то ли Бангладеш не жалко, то ли там просто на лыжах не умеют правильно кататься. Так или иначе, но идея господина Миронова явно может пополнить паноптикум в самых простых экономических рецептах, выданных россиянам в нашей стране. Заграница нам поможет. Кстати, о загранице в лице Беларуси. Президент этой страны Александр Лукашенко подписал указ о создании национальной белорусской вакцины от коронавируса. И это еще более серьезная, нежели у господина Миронова, заявка на новое слово в науке, но уже не в экономике, а в биологии. Согласно классической трактовке, вакцины, как правило, делаются на основе ослабленных или убитых форм микробов. А микробы, в отличие от сборных по хоккею, обычно национальной принадлежности не имеют. Однако в Минске весьма серьезно приступили к делу. Как сообщает российская газета, определены исполнители работ, их основные этапы и источники финансирования. Сроки доклинических и клинических испытаний. Чтобы воплотить план в жизнь, Минздрав и Национальную академию наук оснастят новым оборудованием. Есть опасения, что в связи с этим из России в Беларусь начнется массовая миграция молодых ученых. По крайней мере, если принять за основу версию министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Комментируя в интервью РБК недавнее поручение президента Владимира Путина довести зарплату российских ученых в регионах до 200 процентов от средней зарплаты по региону в целом, господин Фальков заметил, только лишь вопросом повышения заработной платы эффективность науки не поднять. Кстати, трудно не согласиться вопросом повышения не поднять, надо поднимать самим повышением. Однако продолжим цитату. Без наличия оборудования, без наличия интересного коллектива и уникальных задач мы не добьемся того, чтобы у нас в регионах были сильные университеты. Конец цитаты. По словам Фалькова, зарплата для ученого важна, но это не главное. Довели ли это уточнение министра до президента Путина, в СМИ не сообщается. Означает ли это, что президентский указ как бы отодвинули в сторону, тоже неизвестно. Впрочем, это не мешает российской науке двигаться вперед и даже лидировать в каких-то направлениях. На днях Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Предполагается, что массовое производство этой вакцины начнется буквально на днях на базе Федерального центра охраны здоровья животных. Инициаторы новации отметили, что в России официально установлено два случая заражения кошек коронавирусом в Москве и Тюмени. Очевидно, этот масштаб и послужил причиной решения разрабатывать вакцину для друзей человека. Остается ждать появления социальной рекламы, что-то вроде «Ваша киска привилась бы быстро». И стоит отметить, что наука в России явно инновационна. В былые годы и века новые препараты сначала испытывали на животных, а уже потом применяли к людям. Теперь же сначала разработали вакцину для людей, а потом решились перенести на животных. Так что в наше время, полагаю, в космос полетел бы сначала Гагарин, а уж потом Белка и Стрелка, а не наоборот. Между тем, группа инициативных россиян, несмотря на бодрые перспективы белорусских микробов и тюменских котов, проиграла в попытке закрыть тему коронавирусной пандемии и опротестовать принудительный масочный режим. Верховный суд России отказался признать масочный режим незаконным. Авторы коллективного иска ссылались на нарушение конституционных прав, отсутствие исследований, доказывающих пользу масок, говорили о масштабном эксперименте над населением и даже просили судью остановить политику Билла Гейтса. Тем не менее, суд решил, что все жители страны обязаны соблюдать постановление главного санитарного врача. На 14 апреля в Верховном суде назначено еще одно заседание по коллективному иску о признании коронавируса не опасной для жизни болезнью. Однако эксперты полагают, что и этот иск суд отклонит, дабы не создавать прецедента для возвращения к вопросу о масках. Так что масочный режим де-факто и де-юри сохраняется, и россияне могут отметить отчет второго года жизни с закрытыми ртами. Тем более, что россиянам все реже приходится открывать рты для поглощения пищи. Как сообщает коммерсант, спрос на говядину в России достиг минимума за 10 лет. И дело не в массовом обращении россиян к истокам индуизма, а в элементарной тенденции переходить, как выразился руководитель Национальной мясной ассоциации, на более дешевые виды белка, например, на свинину. Как сообщило в эти же дни агентство Рио со ссылкой на исследования онлайн-платформы WebBanker, сейчас большинство российских семей тратят на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета. Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей. Около 43% обходятся 15-30 тысячами рублей в месяц. У почти 30% эти затраты составляют 30-50 тысяч рублей. Около 15% российских семей тратят на еду и товары и услуги первой необходимости более 50 тысяч рублей в месяц. При таком раскладе финансовых возможностей многие российские буренки могут облегченно выдохнуть. В условиях понижения доходов корова-свинья не товарищ. Относительно роста цен в России продолжаются многочисленные информационные выплески, связанные либо с проблемой самого роста цен, либо с тем, что соглашения с производителями привели к риску дефицита ряда продуктов. В связи с этим глава Центробанка Эльвира Набиулина призвала вообще отказаться от попыток административного ограничения цен. По ее мнению, такой подход искажает ценовые индикаторы и мешает развитию производства. В этом месте многие россияне могут возразить главное, чтобы жрать эта политика не мешала и высказать, что они думают о проблеме искажения ценовых индикаторов. Частый оппонент Набиулиной, министр экономического развития России или, как пишет официальная информационная агент со стороны России, Максим Решетников отметил, что в том формате соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое действует сейчас, от административного регулирования осталась только рамка. Конец цитаты. В конец запутавшиеся россияне могут резонно заметить, что их интересуют не непонятные рамки, а сама картинка, что же происходит с ценами на продукты в России. Причем предпочитают они, чтобы эта картинка была представлена не в жанре абстракции, а в формате соцреализма. А пока чиновники предпочитают говорить об индикаторах и рамках, в стране продолжают дорожать молоко и мясо. Так что россияне вполне могут возопить в адрес участников правительственного экономического спора. Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Впрочем, есть и новые штрихи к вышеупомянутой картине цен. Как сообщает лента.ру, в России подскочили цены на электронику. Авиаперелеты по России подорожали на 15-120%, пишут известия. По информации РБК, в правительстве обеспокоены ростом цен на металл. С 1 апреля и пачка сигарет в России не может стоить менее 108 рублей. В соответствии с новым законом, принятым с подачи депутатов от Единой России и ЛДПР. Правда, последняя новость не может однозначно считаться очередным пунктом в перечне повышения цен. Цены на сигареты повышаются вполне осознанно, с целью защиты россиян от курения. Поэтому считаем необходимым напомнить россиянам, что не всякое увеличение денежных трат есть плохо. Цены на сигареты повышают ради нашего здоровья. Платную парковку расширяют для порядка на улицах. Налог на багажники на крышах авто для улучшения обзора другим водителям. Штрафы на дырки в бочках для сжигания дачного мусора ради противопожарной безопасности. Штрафы на непристегнутый ремень в авто опять ради нашего здоровья. Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения опять ради безопасности. Повышение утилизационного сбора на сельхозтехнику, которая, кстати, многие сочли одной из настоящих причин роста цен на продукты, ради береги природу, мать твою. В общем, все ради людей и лучшего мира вокруг нас. Кстати, на днях Госдуму внесли законопроект о штрафе для нерадивых родителей. Разумеется, тоже, как говаривал герой известного романа, не корости ради. Есть, правда, во всей этой цепочке благих намерений один диссонанс. Недавное решение Евросоюза ввести дополнительный налог на продукцию с большими выбросами парниковых газов Россия решительно осудила. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение углеродного налога антиконкурентно для России, поскольку, как отметили эксперты, для России углеродный налог не выгоден. Европа борется за чистоту воздуха, а Россия за то, чтобы продать больше продукции. Конец цитаты. Так что, полагаю, можно сделать вывод. Государство всецело поддерживает борьбу за экологию, здоровье и безопасность, если для этой борьбы надо увеличить штрафы и платежи с нас. Но считает такую борьбу антиконкурентным приемом, если для этой борьбы государству самому придется что-то платить. Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Вернемся к теме роста цен. Правительство все же обратилось к проблеме утилизационного сбора на сельхозтехнику и рассматривает варианты его снижения. Министерство сельского хозяйства России заявило, что нужно отрегулировать цены и на минеральные удобрения. Как заявил в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, было проведено несколько совещаний на сей счет и, цитируем, очень надеюсь, что будет принято положительное решение, потому что дорога ложка к обеду и необходимо, чтобы удобрениями были обеспечены аграрии к посевной. Конец цитаты. Однако есть и третья составляющая роста цен на продукты топлива. И здесь ситуация остается весьма проблемной. По оценке экспертов, в России продолжится рост цен на бензин, и он может составить за год около 10%. Но по этой теме обычно трезвая федеральная антимонопольная служба выдала весьма любопытное суждение, подхватив, видимо, эстафету у министра Решетникова. В очередной раз напомним, что тот в начале года пытался объяснить рост цен на продукты успехами нашего сельского хозяйства. А федеральная антимонопольная служба недавно объяснила рост цен на бензин ничем иным, как понижением температуры окружающей среды. В этом месте даже самые деликатные россияне могут стыдливо кашлянув напомнить, что, во-первых, последние 3-4 тысячи лет температура этой самой среды к зиме, как правило, понижается. Но в истории России были моменты, когда сей, безусловно, неожиданный природный феномен не вызывал роста цен на бензин. А во-вторых, именно в последние месяцы температура этой самой среды как бы повышается. И, соответственно, по той же логике можно ожидать, что цены на бензин не только прекратят расти, но и начнут снижаться. Участники топливного рынка также не согласились с выводами ведомства, предназначенного для борьбы с влиянием на цены монополий, а не с влиянием на них погоды. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Впрочем, россиян интересует не только ситуация с ценами на отдельные продукты или товары, сколь ситуация с ценами вообще. По оценке Росстата в марте инфляция в России составила 0,66%. В апреле, судя по опросу РИА, будет еще меньше. Возникает вопрос, почему же сейчас так много говорят о проблеме роста цен, коль скоро ежемесячная инфляция составляет сущие доли процента. Ответ содержится в данных того же Росстата. Ведомство по итогам марта отметило существенный рост цен на мясо от 4 до 7%, на сахар от 2 до 7%, на подсолнечное масло более чем на 1%. Кроме того, Росстат в своей недавней сводке добавил штрихи к картине о причинах инфляции. Напомним, что совсем недавно министр решетников заявил, что инфляция в России импортируется с мировых рынков. Из сводки же Росстата выясняется, что, например, в феврале цены на продукты в России росли в 5 раз быстрее, нежели в странах Евросоюза. Так что наше сравнение инфляции с чебурашкой, проникающим в Россию в ящиках из-под продуктов в прошлом выпуске тысячи и одной секунды об экономике, оказалось весьма некорректным. Если соединить в одно целое объяснение господина Решетникова и данные Росстата, то инфляция просачивается в Россию с мировых рынков, но волшебным образом преобразуется в нечто большее. Что ж, как известно, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. На этом сегодня все, ждем ваши темы и комментарии.